Ситуация на фронте для России начинает приобретать совсем угрожающий характер. Российские военные записывают обращения, в которых жалуются на большие потери, нехватку боеприпасов, а также говорят о том, что они просто отказываются идти в бой. В частности, появилось такое обращение российских военных, которые воюют под Клещеевкой, и они заявили, что просто убежали с фронта, так как командование отправляло их на убой. И важная деталь, в своем обращении эти российские военные заявили, что в тылу у российской армии действуют заградотряды, которые просто расстреливают тех, кто пытается отступать. Всем здравствуйте. Мы военнослужащие полка 1442 1-го батальона «Белометная батарея». Воюем на Бахмутском направлении, точнее район Клещеев. Пехоту всю положили практически. Начали водителей, ВМО, РМО всех отправлять. Пришел приказ собрать группу из 10 человек на верную смерть, на какой-то штурм. Своих обязанностей не отказываемся, свою службу мы продолжали нести. Боеприпасы ужасные, которые даже не улетают, и которые улетают, они не взрываются. Их нету практически. Да, и их нету. Сегодня утром был шокирующий инцидент. Человек у нас, ну не с нашего подразделения, он повесился на почве страха. Мы приняли решение, мы, я не знаю, убежали или что. Все оружие осталось. Просим там, блин, там не знаю, поднимите шумиху, увлеченную, на верную смерть силы противника. От загранотряд. Да. Стоят загранотряды. Пришла информация оттуда, что наступающую группу то ли в 100% в составе расстреляли, то ли что. Как было так? Толка практически нету. Толка практически нету, да. Батальона тоже не осталось. Батальона тоже нет, комбата арестовали. Комбата арестовали. Приходки не осталось практически. Каждый день кидают группу от этой группы. Большая часть повората. Если 300-е, остальные 200-е убиты. Характерно, что не так давно создание заградотрядов анонсировал известный полевой командир ДНР Александр Ходоковский, который прямо признал, что у российских военных очень низкий боевой дух. И написал у себя в телеграм-канале, что эту проблему можно решить как раз созданием заградотрядов. И вот, судя по рассказам российских военных, эту идею все-таки приняли на вооружение. И дальше началось самое смешное. Когда информация о заградотрядах стала гулять по телеграм-каналам, ее стали репостить, она вызвала там вал возмущения у самих же россиян, когда они об этом узнали, российские пропагандисты стали реагировать на эту информацию, стали ее опровергать. И объявили Ходоковского провокатором и предателем. Якобы он специально делает вот эти вбросы о заградотрядах, чтобы дискредитировать российскую армию и вызвать в ней бунт против Путина. Как раз что поговорим о моральном духе войска. Вот известный, ну скажем так, блогер Александр Ходоковский тут на днях поднял тему штрафбатов и заградотрядов. Там комментарии, конечно, под его постом. Это что-то с чем-то. Но вот тем не менее, этот человек, который, ну как мне кажется, он так старается держать себя, соотносить с генеральной линией. С чего бы вдруг такие разговоры? Действительно, с чего же такие разговоры? Может быть из-за того, что российские военные просто не понимают, что они делают на чужой территории, в чужой стране, и не испытывают никакого желания погибать за руины Клещеевки? Но российский военный эксперт Константин Севков заявил, что никаких проблем в российской армии вообще нет, и Ходоковский все выдумывает просто для того, чтобы дискредитировать российскую армию в интересах своих западных хозяев. От кого заградотряды? Я считаю, что подобные вбросы не соответствуют действительности. Это один из способов закамуфлированной дискредитации российских вооруженных сил. А теперь почему? Я обращаю внимание, почему он сейчас это делает. Я говорил, говорю, сейчас единственный способ для Запада решить задачу своего выживания, это совершить в России цветную революцию, свергнуть действующего президента. Цветную революцию враг может сделать только силами пятой колонны. В общем, Ходоковский – это просто пятая колонна, цель которой – спровоцировать мятеж против Путина. Вот тоже Ходоковский высказывание. Все предшествующие события, которые были, включая мятеж Пригожина, все предшествующие действия, это все свидетельствует о том, что целенаправленно готовится вариант февральского переворота 1917 года в новом издании. Вот, кстати, их оружие. И готовим длины, готовят эта пятая колонна. Вот о чем идет речь. Это очень смешно. Предателя Украины заподозрили в предательстве уже те, кому он пошел служить. И, в общем-то, это совершенно закономерно, потому что предателям никто никогда не доверяет до конца. Разговоры про штрафбаты, про заградотряды – это все мероприятия, направленные на подрыв боеспособности российских вооруженных сил, на их дискредитацию в глазах общества. И это надо пресекать самым жестким образом. И то, что на него навалились, на Ходоковского, это правильно. То, что Ходоковский начал светиться, ну что я могу сказать? Пятая колонна – это не просто те, которые выходят на трибуну или выходят с белыми леточниками. Это те люди, которые изображают из себя ярых патриотов. В общем, как только Ходоковский признал реальные проблемы в российской армии и заявил, что единственный способ их преодолеть – это создавать заградотряды, для российских патриотов он тут же превратился из героя Новороссии в пятую колонну и предателя. Потому что в России о проблемах правду говорить нельзя. Как только ты начинаешь говорить правду о том, что происходит, критиковать начальство, то сразу же в России для российских патриотов ты превращаешься из героя во врага. А проблемы в российской армии, как мы видим, действительно существуют. Российские военные о них пишут, жалуются. Постоянно идет такой вал вот этих жалоб и нытья с фронта. Но как только кто-то пытается в России их озвучивать, его тут же объявляют какой-нибудь пятой колонной или взрывают в самолете, или сажают в тюрьму, или, как Ходоковского, тоже начинают обвинять в том, что он, значит, работает на своих западных хозяев. Друзья, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Обязательно оставляйте комментарии или лайки. Важно, чтобы это видео получило как можно больше охват, потому что поднимается в нем важная тема, это важная информация, и нужно, чтобы ее увидели как можно больше людей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!